ребята привет с вами design lab и вы на уроке номер 4 на этом уроке мы с вами поговорим про перемещение элементов auto select и линейку линейку и сетки вот и где-то можно применять ну конечно же первое первое что нам необходимо уметь это перемещать элементы вот и если мы с вами нарисуем квадрат то есть мы берем вот этот нажимаем на левый tools вот это векторный объект выбираем правой кнопкой квадрат ну либо можно выбрать при нажатии на иконку на правой кнопкой мы можем выбрать ту векторную фигуру который хотим создать допустим кружок хорошо и и создаем наш круг вот может быть это будет просто какой-то эллипс не обязательно чтобы это был ровный круг в общем очень важно создать какую-то фигуру вот вы видите что я нажимаю шорткаты и делаю зум то есть мы же с вами прошли урок 3 и тут написаны все шорткаты по зуму пожалуйста ну и по перемещению элементов будут тоже шорткаты вот и мы видим нужно что-то сделать чтобы как-то этот элемент вообще-то двигать и у вас по дефолту будет фотошопе выбраны уже автоселект автоматически то есть что это значит это значит что когда вы наводите на объект и зажимаете левую кнопку мышки вот и еще один объект для наглядности сюда вот я нажимаю левой кнопкой мышки и выбираю объект вот но для того чтобы вообще начать перемещение объектов а вам нужно нажать кнопочку v вот и когда вы нажимаете то есть и отвечает за муфту то есть я допустим если сейчас на вот этом туле то есть это векторная фигура я нажимаю v то я быть я перехожу на муфту и могу как бы двигать эти вот кружки но мы поговорим с вами про автоселект и чем почему его стоит отключать вот его строит стоит отключать потому что ну во первых это удобно потому что вы находитесь на одном слое и куда и куда вы не нажали допустим если вы выбрали вот этот кружок куда бы не нажали бы своей мышкой левой вот допустим я нажал на розовый кружок то все равно я буду двигаться вы вы кружки я синим почему это удобно потому что при допустим может быть такая ситуация что тут очень много кружков синих и вам нужно перенести но вот этот кружок какую-то левую часть экрана либо скажем далеко вниз вот допустим вниз влево да и вас допустим кружок не такой большой вот такой маленький и для того чтобы его переносить перенести автоселекта вам придется постоянно и допустим у вас но намного больше холст вот и тут этих кружочков очень много вот то вам придется вот этот вам придется вот автоселектом постоянно ну ну попадать в эту зону потому что если вы промахнетесь вы зацепите другой слой и это очень неудобно поэтому нужно автоселект но я отключаю и если вас выбранный вот этот слой куда бы вы не нажали вы можете спокойно перемещаться вот и вы меня спросите саша а как это ты вообще выбираешь вот этот кружок есть несколько способов способ номер один это нажать на сам слой ellipse 2 то есть мы видим да я сейчас на этом слое но если допустим у нас такая ситуация что у нас там 300 слоев и этот слой ellipse очень сложно найти есть лайфхак мы зажимаем alt и допустим я сейчас на каком-то слое вот этом я зажимаю alt и правой кнопкой мышки и мы видим что воля я на слое ellipse 2 еще раз alt в правой кнопкой мышки вот либо я могу нажать на команд либо либо control и левая кнопка мышки то есть таким образом я выделяю этот объект вот для того чтобы перемещать допустим есть такой еще лайфхак если вам нужно переместить объект ровно по горизонтали вам необходимо зажать shift и видите что как куда вы бы не двигали и и левая кнопка мышки извините и когда вы двигаете эту объект и ваша мышка допустим поднимается вверх-вниз она будет всегда двигаться этот объект по горизонтали если вы нажмете shift и левой кнопкой мышки и начнете двигать по вертикали то вы будете ровно двигаться по вертикали это очень удобно также для того чтобы вообще передвигаться ну по холсту вот не нет не просто ползунком вам нужно нажать пробел и появляется такая лапкой и левой кнопкой мышки вы можете спокойно перемещаться по холсту вот и это не все также ну в принципе мы с вами говорим про перемещение элементов но хочу еще сказать про выделение как можно выделить элементы выделить элементы можно просто можно нажать на вот этот вот кружочек и зажать команд shift и и на другом слое команд shift и левой кнопкой мышки на другом слое и таким образом мы выделяем два этих элемента и и тоже удобно мы можем их перемещать куда мы захотим вот я думаю что по выделению элементов все таки создам отдельный урок потому что тут требует больше детального внимания вот но мы прошли с вами как перемещать этот элемент вот и повторюсь w и в кнопочка в либо на этот тулс мы нажимаем убираем автоселект и альт правая альт правая кнопка мышки либо команд и левая кнопка мышки выбирает вам нужны в элементы и вы можете его спокойно передвигать по холсту вот дальше мы с вами поговорим про линейку и сетку это очень удобные вещи того чтобы вы выбрать сетку вам нужно линейку линейку вам нужно нажать на такие комбинации клавиш как control r либо command r у вас появилась вот сетка и линейка также вы можете rules rulers нажать на вкладочке view вот и в принципе вот ваша линейка появилась для того чтобы создать направляющие это мы говорим с вами про линейки вот про линейки сетки то вам необходимо зажать левой кнопкой мышки на линейке и просто двигать эти направляющие вот и вот мы создали направляющие это очень удобно потому что вы можете по направляющим создавать скажем ровные композиции то есть вот они кстати магнитится и вы можете ну выравнивать элементы по направляющим вот и мы видим что эти квадратики теперь на одной на одной линии находится вертикально раньше честно говоря я брал я не знал про линии я где-то месяц месяц пользовался я рисовал вручную эти линии и я не знал что есть такие линии как ну линии в линейках вот тоже они вызываются просто они вызываются во view и линейки можно лочить то есть я их не могу сейчас двигать эти линейки блокировать либо мы можем очистить линейки полностью вот и либо вы можете ну да либо вы можете их спрятать для того чтобы их спрятать вот допустим шоу вы можете нажать так честно я уже настолько я забыл про где находятся вот эти вот направляющие вы можете посмотреть в шоу либо в менюшке view но я вам просто скажу шорткат шорткат это ctrl h либо command h и вы быстрым кликом включаете и выключаете ваши направляющие то есть ну я уже лет 8 работаю в фотошопе я постоянно использую ctrl h я даже уже не захожу в эти ну менюшки вот ctrl h нажимаете и спокойно себе вызываете либо отключаете направляющие также вы можете давайте удалим направляющие и создадим какую-то красивую сетку new guide нажмем да простите пожалуйста new guide layout вот и можно будет создать смотрите допустим красивые сетки то есть можно выбрать количество колонок да количество меж буквен меж интервалов между колонками все это можете сделать здесь можно делать вертикальные сетки и горизонтальные это все вы делаете в new guide layout вот ребята я вам скажу честно для того чтобы научиться ну то есть мало пройти урок важно обязательно зайти ну и нажимать и экспериментировать то есть очень сложно вам рассказать все возможные варианты того как это можно использовать и не забывайте что вы всегда ну являетесь учениками фотошопу можно всегда учиться главное просто практиковать и честно говоря я к этому дошел к вот этим допустим я веб-дизайнер я где-то после шести лет работы в фотошопе пришел к тому что есть вот такие вот направляющие вот это на самом деле очень интересно ну что обучаться можно всегда вот ну еще последний лайфхак покажу это то что если мы эти направляющие так мы поубирали направляющие и я хочу выделить элемент я нажимаю левой кнопкой мышки на вектором элементе вот в слоях и вот нас выделился выделить выведи выделилась какая-то область и я нажимаю view и new guides from shape что означает что вот эти вот по выделению у нас будет созданные направляющие вот это очень удобно по сути в edit вы можете зайти и посмотреть настройки и в общем и можете даже задать цвет направляющих то есть нужно посмотреть в настройках я не буду вам это показывать вы в принципе можете сами это посмотреть опять таки повторюсь что я не хочу цель занятия не рассказать про весь photoshop а показать вам основные инструменты которые я использую вот да ну и на этом пока что все наше следующее занятие мы будем уже с вами рисовать наконец-то сайт вот который я подготовил и вот он вот он и будем уже практиковаться ну первые 4 урока они были такие вступительные для того чтобы вы ну научились хотя бы увеличивать уменьшать холст то есть масштабировать перемещать объекты ну и дальше будет интереснее вот будем практиковаться более наглядно ну и конечно же я вам буду рассказывать про шорткаты буду показывать элементы на практике вам классного вечера или дня приходите на следующий урок пока